Добрый вечер, меня зовут Максим, это Катя. Мы сегодня вам расскажем коротко про наш проект, потому что многие вообще не в курсе, что такое OpenTree Class. А потом мы перейдем к сути нашего доклада. Сегодня мы расскажем о том, как мы добавляли горнолыжные курорты в наш проект по данному ОССР. Катя сейчас расскажет о проекте, а потом я о конкретно нашей сегодняшней теме. А как их стать? Ну вот, вперед, да. Всем привет. Я вам сейчас расскажу немножко о том, что это такое OpenTree Class. Это интерактивный туристический атлас мира на основе открытых данных. С проектом мы занимаемся с Максимом уже около полутора лет, наверное, да. Самую первую бета-версию мы презентовали также на схемотехнике, это было в мае. Получили фидбэк, и вот лето мы работали над исправлением каких-то багов, ошибок, доработок. И в сентябре официально запустили портал, вот он доступен в таком виде сейчас, на данный момент. Это, как вы видите, это карта, на которой можно выбирать достопримечательности. А все они получены в открытых данных. Строить маршруты, бронировать отель, это такая фишечка у нас. И что еще можно делать? Очень важно редактировать эти объекты. Не совсем через наш интерфейс, то есть если вы заметили какую-то ошибку, то вы можете перейти либо на сайт OpenStreetMap и там поправить, либо на проект Wikidata. Туда мы тоже берем данные. Сейчас подробнее расскажу об источниках данных. В качестве источников данных, как я уже сказала, мы взяли OpenStreetMap. Дальше проекты Wikimedia, это Wikipedia, Wikimedia и основная это Wikidata. И вот сейчас, что мы делали, мы добавили открыты данной Российской Федерации. Может быть, кто-то из вас знает, что стартовал третий конкурс по открытым данным в России. Вот и в рамках этого конкурса мы сейчас добавляем оттуда данные в наш проект. Используем данные в Министерство культуры и федеральное место по недропользованию. Немножко расскажу про эти данные. Вот они. Я показала примерно, то есть как... Мы считали, что данных OpenStreetMap и данных Wikidata в принципе достаточно. Потому что это огромный набор, большой набор данных. У нас получилось чуть больше 10 миллионов объектов по всему миру. Но, как мы видим, когда мы посмотрели открытые данные России, мы поняли, что, кстати, с нашей стороны данных недостаточно в OpenStreetMap. Вот этот пример. Красным показан набор данных в OpenStreetMap и Wikidata, а синим это данные по музеям от Министерства культуры. И вот если в центральных части городов, то есть Москва, Питер и крупные города, то там данные все есть, то в маленьких городах объектов совсем нет практически. И то же самое касается данных по геологическим памятникам. Набор очень классный. И мы его сопоставили в ближайшие дни с максимумом их обновимый портал. То есть сейчас они у нас пока проходят обработку. В понедельник, да? В понедельник. Да. Вот. А дальше по данным. Как я уже сказала, больше всего объектов мы взяли из ОСМ, потом Wikidata, немножко Booking, Культура РФ и Роснедра. В итоге у нас получилось, ну, тут эта цифра не точная, ну, где-то около 12 миллионов объектов получилось. И вот здесь, ну, как-то так, маленькая инфографика показывает, каких объектов он больше. То есть чем больше бутылок, тем больше объектов находится у нас на сайте. А, уже вы же. Я еще хотела показать немножко интерфейс, как это все работает. Илья, можно, да, тут зайти в интернет? Да, только выключить повтор, правда? Ой. А я уже ее взяла. Сейчас включить видеоповтор. Сейчас теоретически нужно сработать. Немножко заработаем. Хорошо. Так. Майпзен. Ну, да, так, а что-то запустило, чтобы... А, ну, собственно, вот этим можно пользоваться. Сейчас. Ой, как, стык-клапочка, пожалуйста. Да, сейчас. Вкладка и на полный экран. Все. Так, одна минута. Так. Илья, а как развернуть на весь экран? Уже уже. А? Сейчас. Да. Чуть. Сейчас. Так. А, нет, это вот. Так. Так, попробуем. Какому бы. Вот. Есть. О, что-то получилось. Так. Вот. Мы находимся сейчас на сайте. Ты прикручен на русский язык? Да, интерфейс русский-английский. Так. И стрена. Вот. Что можно делать на сайте? Можно справа на панели, точнее слева, слева выбирать категории объектов. У нас их где-то 190 с чем-то категории. Но сейчас мы с вами, так как тема у нас спорт, лыжи, я покажу лыжи. Вот. Выбирая категорию, например, горные лыжи, и у нас на карте появляются эти объекты. Но ты только этот фейсер тоже. Да. Мы к этому перейдем. Так. Сейчас. Все. Вот. Вот столько горнолыжных курортов у нас находится в мире по данным OpenStreetMap и Wikidata. Сейчас вернемся к России. На карте можно выбирать, как я уже сказал, категории, можно вводить теги. Например, мне интересно увидеть... Ой. Ой. А как тут сделать? Сейчас, минуточку. Я по-английски. Вот. Увидеть камеры и Sky Winter Sport. Вот. Зимний спорт. То есть здесь мы можем увидеть объекты... Ну, например... Вот. Да. Вот, например, лыжные курорты. Вот сейчас они представлены в таком виде. Так мне очень красиво. Но... Сейчас что-нибудь другое. Вот. Их можно отфильтровать. Например, мне интересуют самые известные. Мы настроили фильтр, по которому можно выделять объекты, по которым максимально возможная информация есть в открытых источниках данных. То есть здесь у них есть картинки и некое описание курорта. Вот. То есть картинка объекта, его описание и статистика по спускам. То есть сколько спусков, какой они сложности, какая их протяженность и какие имеются там подъемники. Тут же можно перейти на сайт Википедии, викивояж, и либо осуществлять вправки этих объектов в ОСМ и в Викидата. Вот так. И еще что можно увидеть, это как пример. Вот эта схема этого горнолыжного курорта. Можно увидеть камеры этих лыжных спусков. Посмотреть, есть ли там вообще снег. Я вот сегодня, пока ехала в метро, смотрела Сочи. Сейчас туда вернусь. В общем, снег есть, можно ехать. Где она, где? Сейчас, одну минуточку. Вот. То есть можно переходить на сайт и смотреть, что происходит на горнолыжном курорте в онлайн-режиме. Вот этих камер у нас очень много, мы их подключили. В общем, можно смотреть, это очень интересно. Я теперь не знаю, как выйти отсюда. Пильгей, а не поможешь? Можно поможать? Можно обратно в презентацию? Да. А, это нужно... Убить... А, нет, обратно на сайт. А, обратно на сайт? Я без понятия. Вот запомню, alt-tap. Alt-tap. Или counter-tap. О, counter-tap. Да. Сейчас, counter-tap. Вот. Также можно смотреть по другим категориям. И, что интересно, можно увидеть здесь, на сайте, у нас есть краткие видеоролики о том, как работает портал. Как им пользоваться и какие у него возможности. Ты продолжишь так дома? Угу. Ой. Ну, там где-то на весь экран, что называется. И я, на презентацию. А, выбираем. Так, убираем. Сейчас нужно включить вот это. И... Так. Сейчас. Повторый экран. Вот так. Все. Есть. Есть. Сейчас узнаем. Сейчас переключается. Переключился. Угу. Так, с офис. Так, с какого слайда? С этого? Ага. Все. Сейчас я расскажу уже о технических вещах, которые касаются того, как мы добавили на карту вот эти корнолыжные курорты. Значит, как известно, в OpenStreetMap есть очень большой объем подъем данных, который касается разнообразного вида лыж. Это обыкновенных и горных лыж, есть и трассы, и подъемники с указанием типа покрытия, с указанием сложности, освещенности и так далее. Конечно, нельзя сказать, что эта база покрывает 100% всех горнолыжных курортов, но в принципе довольно неплохое покрытие. Все более и менее известные места, даже такого местного значения, они в данных есть. Другое дело, что они все заданы по-разному. И как и в других областях данных, которые делают люди, каждый немножко по-своему задает теги, решает, как правильно задать курорт, как правильно задать трассу. Это вызывает большие сложности при автоматическом парсинге всего этого объема. Изначально мы думали, что на самом деле все курорты, которые мы видим на карте, обозначены именно в качестве курортов, что есть соответствующие релейшены в ОСМ, которые включают вместе все объекты курорта. Есть там название, ссылка на веб-сайт, и как бы все это будет легко и просто сделать. Наша задача, как нам казалось, была в том, чтобы взять все вот эти объекты вместе, вытащить все эти релейшены, которые у нас по документам, которые описаны в Вики-ОСМ, должны были быть помечены тегом «LandUse Winter Sport» либо сайт Pista, либо еще вот отдых Sky Resort. Значит, мы бы по этим данным взяли точку, рассчитали статистику по количеству трасс, и все бы у нас было хорошо, но на самом деле оказалось, что все не так. Вот так вот в ОСМ выглядит такой вот типичный правильный курорт, который задан по всем правилам. То есть, есть объект, отношение к которому цепляются линии спусков и линии подъемников. Такую картинку, если ее более красиво, вот я в Кюгисе эти данные раскрасил, такие полосатенькие, это подъемники и трассы, цвет зависит от сложности. Из всего вот этого можно легко сделать полигон, найти у него центральную точку, чтобы у нас появилась точка кластера, а затем рассчитать протяженность линий и количество разных типов подъемников, которые есть. Но оказалось, что есть более хитрые способы задания курорта. Как у нас вот здесь вот на картинке у нас нет отношения, но есть некий полигон, который ограничивает область курорта, причем, как правило, ограничивает ее не всегда точно, то есть там что-то добавили, добавили после какие-то объекты. И тут нам пришлось уже строить выпуклый многоугольник с неким буфером вокруг вот этого полигона, тем самым мы определяли, какие объекты относятся к этому курорту и в итоге получали желаемое. Но, да, это вот раскраска этого самого курорта в Кюгисе. Но чаще всего, особенно того, что находится за пределами Европы, информация о спусках не объединена в конкретные курорты. А нам же нужно показывать точки для того, чтобы люди могли определить, в какую сторону им ехать, что они там могут найти. И вот большая часть курортов представляет из себя просто разбросанные наборы разных трасс и подъемников, как мы видим здесь на этой картинке. Для того, чтобы решить эту задачу, мы выполнили кластеризацию. Есть в PASGIS такая замечательная функция ST-Cluster Intersecting. И вот используя эту функцию, используя буферы, там дополнительные разные ухищрения, которые касались того, чтобы не генерить слишком маленькие, близко расположенные курорты и как бы не создавать каких-то мегакурортов, мы построили нашу вот эту базу точек. Значит, по каждому такому кластеру мы определяли все спуски и подъемники, которые у нас не отнеслись к предыдущим курортам, к имеющим какие-то официальные объединения в виде полигонов или в виде отношений. Все спуски и подъемники, которые туда не попали, мы кластеризовали, получили вот такие вот кластеры, рассчитали по ним статистику. Единственное здесь, чего нам не хватало, это какого-то наименования этого места. Имена мы взяли из двух источников. Если мы находили внутри нашего полигона какие-то данные в Википедии, то мы считали, что это и есть наш курорт. Если мы таких данных не находили, то мы при помощи геокодера Геонеймс просто определяли населенный пункт, который находится внутри этого курорта и присваивали ему соответствующее имя. Это вот так вот выглядит у нас на карте схема курортов, которые скоро у нас появятся в карточках объекта, чтобы можно было сразу увидеть полностью весь экстенд, оценить вообще, насколько нам подходит этот курорт. Вот. И вот так вот выглядит новая карточка. Мы видим схему курорта, мы видим, какие у нас есть склоны и подъемники, и уже можем принять решение о том, нужен нам этот объект или нет. Значит, для тех, кто хочет сам кому-то понадобится работать с этими данными, есть такой замечательный проект OpenSnowMap, где выделены все данные из ОСМ, которые касаются лыжных трасс, лыжных подъемников. Также регулярно они делают выгрузки, то есть можно с этого сайта скачивать данные исключительно по зимним курортам, потому что обрабатывать весь массив для тех, кто его не использует полностью, это не порционально, это действительно такая объемная вычислительная задача. Так что рекомендую обращаться на этот сайт. Мы хотели тоже вначале им воспользоваться, но в итоге решили сделать по-своему, поскольку у нас и так обрабатывается весь массив данных, и у нас нет необходимости в такой вот детализации, как сделано тут, а скорее есть необходимость в какое-то уменьшение количества информации, разрозненной которой на пользователя падает. Все, спасибо. Вопросы какие-нибудь будут у вас?